Добрый день. Мы приветствуем вас на пресс-конференции, посвященной четвертому международному конкурсу вокалистов имени Муслима Магомаева. Добрый день. Очень рада с вами здесь встретиться. Некоторых участников я уже знаю в лицо, поскольку мы с вами знакомились по первому прослушиванию, со многими придется познакомиться. Задача, вы сказали, да? Задача одна. Найти прекрасный голос, прекрасного исполнителя. Прекрасного артиста, прекрасного музыканта, в котором все это счастливо сочеталось. И чтобы конкурс явился для него, может быть, не первой, но самой важной отправной точкой в будущее, то есть музыкальная жизнь в искусстве. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Трубасов. spring product. Сергей Трубасов. Сергей Трубасов. неожиданный, так, я думаю, и будет и для вас. Небольшой сюрприз, но о нём не скажу. Для участников деньги, конечно, это важно, но здесь важно именно, вы понимаете, что завтра афиша, это либо лауреат, либо победитель конкурса Магомаева, то есть для дальнейшей судьбы любого артиста это очень важно, и поэтому тут даже не в деньгах дела, и не в размере этой, я бы сказал, конкурс Магомаева уникальный конкурс, и его уникальность в том, что это не просто конкурс вокалиста, это конкурс артиста, который может всё, как, в общем, был Магомаев, это определено его фигурой, интеллектуального певца, который исполняет и роли в театре, и может петь и классическую музыку романцевую, и эстрадные песни, исполнитель, первый исполнитель новой музыки, которая была специально написана для него. Мне кажется, вот личность Магомаева, она определяет, как бы, оценку конкурсантов. Каждый действительно подготовил совершенно разные арии, то есть нет ни одного пересечения. Но, с другой стороны, вы сами понимаете, 19 человек умножить на 4 потенциальные арии, это 76 произведений, которые мы как раз вот сейчас находимся в процессе подготовки. Это, конечно же, требует концентрации не только от участников, но и от оркестра, от дирижёров. И здесь ответственность, как она была высока два года назад, она не становится меньше. Я закончил музыкальную школу в Баку имени Леопольда Мстислава Ростроповича. Далее продолжил учёбу в консерватории, в Бакинской музыкальной академии, уже она так называется. И в прошлом году закончил в Италии академию, и сейчас пою в театрах Италии. Репертуар, барочный репертуар будет, я думаю, что будет очень интересно, надеюсь. И барочный репертуар нечасто поётся в конкурсах, и я вас всех жду, приглашаю слушать. Мне очень нравится конкурс имени Муслима Магомаева, потому что он ищет певцов, которым по силу петь как классическую, так и популярную музыку. Это характеризует исполнителя как большого артиста. Муслим Магомаев одинаково великолепно исполнял классический репертуар, включая итальянские произведения, и популярную музыку. Муслим Магомаев.